Напомним, родители дошкольников жалуются на сгнившие оконные рамы в детском саду на КСК, а в Комитете образования решают заменить в замерзающем здании систему отопления. После выхода первого сюжета про холодное образование, детский сад номер 81 по улице Назара Широких якобы посетил зампредседателя Комитета образования Владимир Ваулин. К его приезду помещение нагрели до нужной температуры, а проблему увидели не в старых окнах, а в отопительной системе. Во время визита Ваулина присутствовали и сами родители. Нашу съемочную группу чиновник видеть не захотел и комментарии давать тоже. Температура была нагрета до 24 градусов, возможно, обогревателями. Невозможно обогревателем, потому что родители покупали удлинители и приносили туда в обед. Нагнали температуру перед его выездом. Все, когда пришла температура, была 24 градуса. Осмотр вот этих оконных рам был произведен? Во второй группе нет. Он даже не подошел к ним. Он даже не посмотрел, в каких местах они лопнули. Владимир Владимирович пообещал установить радиаторы в первой группе. Вот ближайшие выходные, что пока там радиаторы. Будут смотреть за окна, конечно, нам сказали. Никто ничего нам не обещает. И будем смотреть после Нового года. После визита в детский сад чиновник согласился встретиться с родителями дошкольников. Но на приеме приглашенным также не удалось получить ответы на волнующие вопросы. На замену оконных рам в бюджете денег нет. А программа о развитии образования Забайкальского края, действующая до 2025 года, не гарантирует, что в ближайшее время в учреждении появятся новые, теплые и безопасные окна. Вот в какой год мы попадаем, то он ничего тоже ответить не мог. Нам желательно даже получать по второй группе заменить два всего окна именно на этот год. Потому что программа-то, она растянута. И действительно окна требуют ремонта. Ну, сказали, навряд ли в этом году. Такие расплывчатые и невнятные ответы не устраивают родителей маленьких замерзающих детей. Их руками уже написаны жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру. А в Комитете образования от комментариев опять же отказались, но пообещали организовать повторный выезд на объект для более тщательного обследования. И на этот раз родители хотят, чтобы приезд зампредседателя Комитета образования был зафиксирован на видеокамеру и микрофон. Может, тогда они смогут получить точные и внятные ответы, а дети – теплый и безопасный детский сад. Виктор Соловьев, Алексей Павлов, ЗАПТВ